Концертная программа этого мероприятия не дает шансов понять, что именно здесь происходит. На сцене множество китайцев и все они говорят практически на чистом русском. На самом деле это обычное зрелище, которое можно наблюдать на конкурсе русского языка среди жителей китайской провинции Хайлундян. В этом году уже в третий раз площадкой для такого необычного мероприятия выступил в ГУЭС. В Азиатско-Тихоокеанском регионе ближе нас, наверное, нет. И по форме, и по содержанию, потому что мы очень, особенно это чувствуется в Харбине, где есть русские улицы, где еще осталась русская культура. И самое главное, чтобы это не потерять. Этот конкурс проводится с 2009 года и имеет огромный интерес среди жителей Поднебесной. За всю историю попробовать свои силы в русском языке решились более полутора тысяч человек. В этот раз в финал конкурса вышли 16 лучших знатоков нашей речи. Им предстояло перед огромной аудиторией рассказать или показать свое домашнее задание. Затем, чтобы убедить жюри в том, что текст не заучен, а смоделирован в голове, шел этап импровизации. Участники умудрялись даже добавлять в выступление щепотку российского юмора. Когда незнакомые десантники пригласили меня отметить их праздник, я понял, что русские совсем не суровые и не холодные. У них теплая и искренняя душа. Интересно, что в Азии русский язык считается едва ли не сложнейшим в мире. В то же время в нашей стране большинство людей назовет самым сложным китайский. Но в сегодняшних условиях и при нашем географическом положении приходится, как говорится, вертеться. Политическое и экономическое сотрудничество Китая и России с каждым годом расширяется, и это отчетливо видно в постепенном снятии языкового барьера. Среди всех языков нашего мира они оба являются действительно самыми сложными. Но между нами нет препятствий. Тем более, если есть спрос, есть взаимная выгода, то мы спокойно сможем развивать эти языки у себя. И успешное проведение конкурса русского языка только доказывает это.